Ребята, перед началом этого видео хочу сказать, в какой бы тяжелой ситуации вы не оказались, выход есть всегда. Надо верить и искать его, свет в конце туннеля точно появится и не обязательно для этого идти на преступление. Приятного просмотра! Смотрите, что происходит, пацан крадет духи, пока никто не видит. Сейчас, наверное, прослежу, короче, что бы вы понимали, он просто перейдет в духи, чтобы вы понимали, я просто, короче, решил себе за вещами, ну, там, кроссовки купить, короче, штаны, все такое, вот, и смотрю, короче, пацан просто со стола, короче, крадет, крадет духи. Я не видел, сколько он и не забрал, но что-то бутылки 3-4 он тоже не забрал. Вот, я не знаю, почему, по защите, кстати, его не увидел, видимо, как-то отвлекил. Надо, короче, его догонять, я так считал. Пацан! Стой! Ты что делаешь? Ты зачем духи украл? Какие духи? Обычные духи, ты сейчас в ларьке их украл. Ничего не крал. А вот покажи мне свой портфель. Зачем? Покажи, я все видел, потому что я это все заснял. Покажи, что у тебя там. Вот, смотри. Вот, зачем ты духи, смотри, сколько там их. Зачем, вот, ребят, смотрите, раз, духи. Что там еще? Два. Это что такое? Зачем ты это украл? А? Блин, извини, братан. Меня просто обокрали вот только недавно, а у меня скоро Новый год. Маме подарок хотел сделать. Ну, а почему нельзя просто купить, например? Да меня обокрали, блин, денег вообще нет. Последние деньги украли. Ну, ты даешь вообще, ну, блин, а батя что? Да папа денег не дает просто, ну, вообще нету варианта. И ты таким способом решил маме подарок сделать? Да. Блин, у меня, конечно, есть идея, я могу тебя, короче, сейчас к своим пацанам отвезти. Вот, может, мы тебе чем-то как раз и поможем. Серьезно? Да. Спасибо большое. Забери ты тогда пока, положи их в портфель, попозже их мы с тобой вернем. Пошли к нашим пацанам. Ну, к моим. Вот такая случайность произошла вчера у Виталика. Пред новогодняя суета. Виталик в ТЦ выбирает подарки семье на Новый год. И тут контентик подъехал в лице школьника, который воровал духи прямо из магазина. Причем, самое странное, на него вообще не обратили внимания. Возможно, продавщица в этот момент отошла, я не знаю. А охрана в таких местах обычно спит. Ей похеру, кто, что у кого ворует. Ребят, короче, мы ждем сейчас на лавочке, вот. Ну, при седе на лавочке. Я сейчас позвоню Эрику, договорюсь с ним остричь, чтобы он подошел сюда. Вот, вместе с пацанами. Потому что я не знаю, где они, может, он вообще дома, может, нет, может, где-то гулять. Я просто вообще сегодня не собирался ничего снимать, не гулять. Вот, через так вот, до магазина дойти и все. Короче, надо сейчас позвонить Эрику и сказать, чтобы он с пацанами подошел сюда. Надеюсь, что он сейчас ничем не занят. Вот. И то, что получится. Минь, прийти сюда. Надеюсь, он друг пухаря возьмет. Алло. Алло. Ты где находишься? А недалеко от центра. Во, слышь, я тут вот на лавочке сижу, короче. Можешь с пацанами подойти сюда? Давай, сейчас вот это. Давай. Короче, ребят, не прям так хорошо получилось. Записать наш разговор. Вот. Ну, то, что это, короче, был звонок паука. Вот. Ну, сейчас, короче, что я могу сказать? То, что Эрик сейчас пацанами сюда подойдет. Я, правда, не знаю через сколько, но сказал, что типа недолго. И я надеюсь, что все-таки они мне поймут и как-то мне помогут, короче, решить эту вообще проблему с пацаном. Здорово, братан. Здорово. 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 Это кто с тобой? Это, короче, вот этот пацан, чтобы вы понимали, сейчас в торговом центре в Богородском, короче, крал духи. Че делал? Украл духи. Ты че, дурак, что ли? Я хотел маме подарок сделать. А знаешь, как все получилось? Я просто пошел, короче, в магаз за вещами в этот климинг. И просто смотрю, короче, пацан стоит прямо в портфеле, духи собирает себе. Я, короче, его догнал. Знаешь, что за это может быть? Не знаю. Ну, зачем ты это делаешь? Я маме подарок хотел сделать. Маме подарок. На Новгород. Ну, короче, он сказал, что маме, вот, а его обокрали, и из-за этого он не смог, короче, их купить. Вот, и че будем делать с этим? Пойдем у меня, если ты, иди сюда. Все вместе? Да, да, да. Че, а ты постоишь тут, ладно? Не уходи никуда. Ребят, воровство в жизни это и нарушение закона, и грех, и непацанский поступок. Чушпанский поступок, я бы сказал, в прошлом за такое, друзья. В далекой-в далекой давности отрубали руки. А сейчас нас просто сажают за это в тюрьму. Однако, есть одно место, где воровать можно, а даже нужно. Игра Радмир, друзья. Там все как в реальной жизни, но за то, что ты что-то своровал, тебя, конечно, посадят в тюрьму, но посадят в тюрьму в игре, а не в реальной жизни. А вчера у меня вышел летсплей по этой замечательной игре на моем втором ютуб-канале, где я снимаю летсплеи. Получилось очень угарно. У нас получилось стыбзить очень неплохую сумму у одного богатенького авторитета в игре. И за это мне ничего не будет, ведь это игра. Залетай к нам на 14-й сервер Радмир или Хасл Онлайн с телефона, вводи промик на 70к и будь счастлив. Хоть воруй, хоть не воруй, это игра. Абсолютно пофиг. Все ссылочки, друзья, я оставляю на игрушку в описании, а мы продолжаем. Что такое, вроде? Короче, я предлагаю... Предлагаю просто этот... Скинся ему по денежке. Ну раз он маме подарил. Просто бы он не воровал, типа сколько. Ну у кого сколько есть? У меня сатэн есть. У меня 250. У меня новичка вроде тоже есть. Ну вот, 200 уже. Подожди, что? Еще 250. Все. Сколько у меня тут есть? Ну вот, давай так сделаем сейчас. Я ей дадим пацану. Что, ты ему туда дашь? Да, да. Стой, как тебя зовут? Хочешь? Хочешь? Смотри, мы, короче, пацанами решили так. Чтоб ты не воровал, мы тебе просто денежку дадим. Чтоб ты маме купил что-нибудь. Серьезно? Только не воруй, да. Спасибо. Это так, это вот... Просто у нас много прям нету, так это сколько вот у кого было? Хорошо. Обещаю, больше не буду вырывать, спасибо. Че, ты куда сейчас? Ну пойду маме подарок, люблю, порадуй. Ну давай, тогда реально так больше не делай, ладно? Да, хорошо, спасибо вам, большой парень. Пожалуйста. Все, давай. Все, давайте. Еще раз очень большая. Давай. Пока, ребят. Давай. Что случилось? Ну что ты понимал, я, кстати, даже не понимаю, почему охранник ничего не сделал. Ну да, кстати, вот то, что типа он стоял просто наглую в порфель клал духи какие-то. А знаешь где? Это вообще странно. Знаешь где? Вот прям рядом с климером вот эта маленькая палатка. А, да? Толик вот эта, да, он прям сбоку, короче, у нее духи стояли. И она рядом сидела, чтобы ты понимал. И она ему даже ничего не сделала. Может он ее как-то отвлек или еще что? Я просто сбоку смотрю, короче, он просто берет ее духи. Ну что, он с кинтом каким-нибудь был? Нет, он один был. Я не знаю, значит, просто либо отлег, либо там продавщица сама не этот, невнимательная была и все, из-за этого, ебать. И, короче, он... Но все равно то, что он ворует, это типа все равно не надо так делать, ребят. Потому что вот мы не будем, конечно, каждому так деньги давать, если третьим так. Вы ничего не думаете. Мы просто пацану дали, потому что вот он маме подарок хотел сделать, пошел на такое. Да и плюс его еще обокрали было. Плюс его еще обокрали, да. Мы сейчас с пацанами гуляли, мы ничего не думали. Пойдем тогда, наверное, дальше я себе шмотки куплю, а то я себе шмоток не купил. Ну пойдем. Ну что, ты что, видос снимал? Да, прикинь, я вообще не планирую ничего записывать. Я просто смотрю и что-то пацан крадет, решил, короче, начать снимать. Получится YouTube Shorts. Ну такой маленький видосик. Ну если что-то еще произойдет, не дай бог, то мы включим все равно камеру, сами знаете. Так что, ну скажи пацана там, не знаю, вот пацаны вы как думаете насчет этого? Я тебя понимаю, я там раньше там крал, мне за это тоже получал то, чего не надо было. Но все равно я перестал этого делать. Ну и слава богу, что, кстати, никто ментов не вызвал. Да, если бы ментов вызвали, было бы плохо. Да. Ну во-первых, он бы подвел своих родителей, а во-вторых, он бы не обрадовал маму, а расстроил бы. Ну это так, кстати. Короче, что, я, наверное, полагаю заканчивать видос, вот. Ну а там, если что-то, да, погуляем и шмоток мне купим. Ну пойдемте, я тогда сейчас попрощаюсь. Короче, ребят, такой вот мини-видосик получился, надеюсь, что больше вообще ничего такого не произойдет. Вот, мы сейчас, короче, пойдем, здравствуйте, с пацанами, короче, купим мне шмотки и пойдем гулять. Ребят, короче, давай. Да уж, ситуация печальная. Пацана обокрали, а маме нужно сделать подарок на Новый год уже через несколько дней. Блин, ну зачем воровать-то? Ну сделай ты какой-нибудь подарок своими руками, если у тебя нет денег. Или займи у кого-нибудь денег, хотя я вообще против того, чтобы занимать у кого-то деньги. Ну блин, ну мама в конце концов должна понять то, что откуда у школьника, у сына какие-то деньги, чтобы сделать ей вот такой вот подарок. Ну ничего страшного, я думаю. Родная мать вряд ли обидится на то, что ты не сделал ей подарок, тебя же обокрали. Ну ладно, пацаны, красавчики, на удивление, подогнали кто сколько может пацану. Реально выручили его перед Новым годом и знаете, получается, что новогодние чудеса действительно случаются. Правда, пацаны, вы кое-что забыли. Духи-то остались лежать в рюкзаке. И знаете, не просто так, смотрите, что случилось на следующий день. Стой! Все, как все? Нормально. Нормально, слушай, я тебя там в магазе вил, что ты в рюкзак ввал. Да я так пришел, просто продукты купил. А ты не оплатил? Слушай, а ты нам показал, что ты наоборот своровал. Нет, я все купил. Человек, есть? Что-то мы тебя не видели, что ты в кассе подходил. Да я так просто посмотрел и все. И в рюкзак уквал, да? Нет. Можешь показать, что-то положил? Давай. Я еще давно купил. Допустим. Парни, смотри, так получилось, ребята. В смысле получилось? Мы тебе вчера деньги дали. Ну я купил маме подарил. Ты опять воруешь? Ты мне говорил, что ты... Ты нам говорил с нами, что ты не будешь воровать. Ну парни, такая ситуация. Какая ситуация? А ты не пробовал работать? Опять тебя воровали? Опять тебя воровали? Да. Что тебе каждый день-то воруют? Ну вот так. Что делать будем? Давай его к Виталику отведем. Ну что, я им позвоню? Мы вчера дали тебе достаточную сумму денег. Ты же на что эти деньги потратил вопрос? Маме нападает. Блин, чувак, меня ее чисто кидало в этот чушпан. Я считаю то, что это скорлупа, это чушпанский поступок. Называйте как хотите, ребят. Пацаны, тебе отдали чуть ли не последние бабки, чтобы ты купил подарок маме. Ты еще и духи себе оставил. Почему ты снова крадешь в магазине? Ребят, я когда смотрел, подумал, что-то здесь не чисто. Парень, наверное, что-то скрывает. У него перед кем-то какие-то обязательства есть. Не договаривает это видно. Поэтому пацаны позвонили Эрику, чтобы вместе как-то порешать вопрос. Они с полицией. Алло, Эйк, дорог. Ты не сможешь. Алло. Ты еще где находишься? Алло, алло, ты где сейчас находишься? Да, туда. У меня там с металликом собирают, да. Слушай, мы опять этого чела нашли, который вчера духи воровал, помнишь? Ну, да, наверное, это первых челочек. Да вот, перекрестки нашли, его опять своровал. Бля, везите его ко мне. Окей, хорошо. Все, а давай тогда. Сейчас 65 минут будем. Погнали тогда. Погнали. Ребята, короче, мы включили камеру, потому что нам позвонили пацаны. Вот, наши Глеб и Владос, мой брат, который. Вот, и сказали то, что они поймали того пацана, которого я вчера спалил, то, что он корал духи. Которому мы одолжили денег на подарок маме. Вот. И они нам сейчас позвонили, сказали, что они его поймали, как он воровал в перекрестке какие-то продукты. Мы, в принципе, уже начали подходить, но просто решили включить камеру свою именно. Потому что, я не знаю, снимали они это, не снимали. Я просто, ну, ничего вообще не узнали об этом. Да, вон и пацаны стоят там. Так что мы сейчас, короче, подойдем и все об этом узнаем. Надеюсь, они нам все расскажут. И надеюсь, что они это все записали. Потому что, как они нам сказали, то, что это идет, короче, продолжение того момента. И мне кажется, что вот этот видос я скину Егору, чтобы он его залил в Ютуб. Потому что, мне кажется, что этот ролик идет точно на Ютуб. Че, пойдем подъедем? Да, ребят, этот пацан вообще перебарщивает. Здорово, парни, еще раз. Опять ты? Опять ты? Опять с такой же историей? Парни. Че ты мне руку тянешь? Парни, че случилось? Давайте рассказывай. Короче, мы с ним что-то пришли в магаз купить, похавать. Видим его. Видим, как он кладет какие-то продукты в рюкзак. И уходит, не оплачивая. Мы за ним последили, а он опять ворует. Офигеть. А че у кого ходят? Там газировка. Газировка, шоколадка там. Жвачка вроде как там была. Да, уже. Короче, а вы это вообще на видос записывали, нет? Да, 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 записали. Сейчас это скинь. Скиньте, да, Виталик? Да, скинь мне, потому что мы, короче, начали видос на Ютуб снимать. Я думал, что это вообще никуда не полетит. Типа так, чистили себя, снял. А как оказывается, не идет продолжение. Я скинулся. Ну все, я тогда посмотрю его дома, если что, Егора просто кину потом. Вот, он его вставит тогда на Ютуб. А ты нахера это делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Такая ситуация. Какая ситуация? Какая ситуация произошла у меня, отец вообще. Он запрягает это делать для того, чтобы продать их потом. А покупает на это, а потом алкоголь. Так ты же говоришь, что у тебя подарок маме, да. На самом деле, парня вас обманул. Мама умерла год назад. И вот мне отец оставляет это дело, чтобы он потом их продавал на авиа. То есть он ушел в запой? Да, из-за этого горя. Почему он тебя сильно прям пьет? Да, и говорит, а если я так делать не буду, у меня будет очень сильно бить. Очень сильно бить? Да. Поэтому не оставляет так делать. А работу ты не мог найти просто, чтобы подрабатывать? Даже на тех же, вот Виталь, ну согласись, даже на тех же самых листовках, вот тебе даже парни подтвердят, можно заработать больше. Ну хотя бы 1200 там, но можно точно заработать, если не больше. Да даже не листовки, можно другие какие-нибудь работы найти, вон какой-нибудь перекресток войти, не знаю, там к грузчикам или еще чем-нибудь. Ну, можно как-нибудь заработать, понимаешь, но воровать это вообще не делать. Вон мне Виталик недавно рассказывал про работу. Приходишь каждые 15 минут, вот этот, кофемашину почистил, чтобы она не грязная была, поменял все, поставил. Больше стаканчиков, трубочек, сахар. Ты на сахар туда докинул, чтобы люди брали себе, и все, 500 рублей заработал. За 15-20 минут. Ну не получается не работать. Да ты не пробовал даже, я на 100% уверен. Короче, что будем делать здесь? Жесть, парень, мне тебя жаль, если ты сейчас смотришь это видео и наткнулся на мой канал. Мать умерла, отец заставляет воровать. Это реально какая-то безвыходнейшая ситуация, если так сейчас посидеть, подумать. Ведь тяжело пойти против отца, и скорее всего у его просто не хватает духа сказать «нет, батя», которому вообще как будто п*** на своего сына. Он топит свою горечь в алкоголе. Если он говорит, что типа его отец продает это все на Авито. Стой, а еду зачем? На Авито тоже продает? Нет, я просто кушать хочу, мне денег вообще не дает. У меня дома есть нечего, он все деньги пропивает. Это треш, ребят. Смотри, у меня есть, конечно, короче, вариант один. Если он сказал, что он это продает там духи и какие-то шмотки на Авито, вот, получается, можно как-то с ним связаться, притвориться покупателями. У тебя есть ссылка на его объявление? Да, есть. Скини Виталику или мне там из пацанов кому-то. Ну, Виталику скини, да. Да, пацаны, треш, да? Вот, так и не рассказал. А он так духи там что-ли продает или что? Или что-то еще продает? Да, он духи продает, всякие разные драгоценности. Вот он сливается деньги на алкоголе, пьет каждыми днями. Представляется, делать это меня. Вот, значит, что мы будем делать? Мы сейчас, короче, он мне скинет ссылку на объявление. Скину все. Мы что-нибудь типа будем покупать, просто с ним свяжемся. Договоримся с ним о встрече якобы, о продаже, о покупке каких-нибудь духов, вот. Ну и там с ним уже дальше поговорим и сделаем так, чтобы вот это все как-то прикрыть, чтобы больше такого не было и чтобы он больше сына вообще не избивал и не просил, чтобы он воровал духи. Ну давай, да, попробуем с ним поговорить нормально, чтобы он хотя бы поймет или нет. Я тебе предлагаю... Ребят, короче, сейчас Виталик будет ему звонить, вот, договориться о встрече с ним, мы придем. Стой, а где он это все продает? Вот смотри, обычно люди где-то назначаются какие-то встречи, да? Где он назначает встречи? Ну обычно возле... Сними маску, тебя не слышно. Возле обычного своего дома, наш. Возле дома? Ну да. А где живешь? Ну вот неподалеку отсюда. Смотри, Верик. Можно, в принципе, дойти. Он мне скинул объявление, я тогда сейчас отойду, позвоню ему, договорюсь о встрече и о покупке духов, и тогда пойдем к месту назначения туда, где он. Надеюсь, что сегодня, конечно, получится это сделать, потому что затягивать это я вообще никак не хочу. Ну не, послушайте. Да, ребят, сейчас, короче, Виталик позвонит отцу этого пацана, и вот мы встретимся, попробуем все с ним нормально решить, чтобы он сына больше так не запрягал, а то это нехорошо вообще. То, что у него сын, сколько тебе лет? В 15. В 15 лет он ворует в магазинах. Ну просто, ребята, вы сами понимаете, то, что если его кто-то поймает или что-то его по камерам заметят, городок маленький, в принципе, его найти легко будет, и все. Потом вот будет подарочек отцу, да? Или отцу будет все равно то, что тебя есть поймать. Ему все равно, ему лишь бы вот пробухать. Пацанов, да. Ну тоже бывает у некоторых людей то, что растут без отца или без мамы, а ты просто подарок маме хотел сделать, и за это мы тебе деньги дали. Не ври так больше, я это серьезно говорю, нормальным пацаном будешь. Все, пацаны, короче, я позвонил, вот, договорился с ним о встрече и о покупке двух банок духов. Вот, я не знаю, он сказал, что чуть попозже мне еще позвонит, но он мне дал адрес, так что пошлите к дому. Все, тогда, ребята, сейчас как подойдем к дому, мы включим камеру. Ну это любимая фраза Эрика и Виталика. Как подойдем, включим камеру. Ситуация печальная. Ребенок, по сути, в таком юном возрасте потерял мать. Отца, по сути, тоже рядом нет, так как он постоянно в запое. Ужасная ситуация, не могу даже представить, каково это. Ребята, делитесь, пожалуйста, в комментах. Воровство, это дело непростительное. Что вообще на этот счет думаете? Мне реально будет интересно почитать ваши комментарии. Ну и мотивация понятна, понятна безысходность парня. Чисто человечески мне его жалко, и надеюсь, ребята смогут ему помочь. Так, ребят, мы, короче, подходим уже. Ну все, получается, если он сейчас выходит, то мы с ним будем разговаривать. А вот и он. Владимир, да? Да, здорово. Здравствуйте. Здорово. Здорово, Мухами? Да, за Мухами пошел. Сколько тебе? Парочка. Да, мне хотя бы билучки две. А что у вас с лицом-то? Нормально все. Как будто пьете. Владимир, на самом деле. Вот ваш сын. Да, вот ваш сын. Привет, что ты где-то был? Все, что? Мухи. А что-то только духи. На самом деле я у вас духи не называю. В смысле, что только духи? О, сколько. Смотри, это как раз те ворованные были, которые я тогда вот. При мне, которые он своровал. Вы зачем запрягаете сына, чтобы он воровал что-то в магазине? Ну, вообще, думайте головой то, что ваш сын может попасть в малолетку. Ну, в тюрьму. В малолетке. Че, работы нет, денег нет. Ну, если у вас жена умерла, да, ситуация такая? А че, сами не пойдете на работу? Вот именно. Не берут никуда. Да ты взрослый мужик, ну серьезно. Ёпты. Ну, так получается. Ты че, ты сейчас тоже бухой, да? Это тебя воняет перегаром, ёпты. Зачем ты сыну-то запрягаешь, чтобы он что-то воровал? Ну, а что делать? Что делать? Ну, давай, если ты воспитывать не умеешь, другие воспитают его. Ребят, а дальше обстановка накалилась в момент. Пацаны и мужик зажглись просто как спички. И начался серьезный конфликт. Жесткая заруба. Один мужик против четверых пацанов. Друзья, эта жесткая заруба будет в моем телеграм-канале. И она туда уже залита. К сожалению, разборки и жесткие моменты из роликов сюда я выставлять никак не могу. Кто в этой драке оказался прав, кто виноват, узнаете по ссылке в описании. В моем телеграм-канале. Честно, это жестко. И жестко то, что пацаны не засали, так как они в три раза младше этого мужика. Срочно залетаем в мою телегу, друзья. По ссылке в описании. Смотрим проду. Не прощаюсь с вами. Жду вас всех там. Субтитры сделал DimaTorzok